Добро пожаловать на пересадочную станцию! И сегодня нас снова ждет рейс в Схрон! Александр Шишковчук. Схрон. Дневник выживальщика. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Первое, что увидел, когда пришел в себя, это крепкий армейский ботинок, который радостно влетел в мое напряженное лицо. Когда очнулся второй раз, уже смеркалось. Убийственный холод и боль. Боль разбитого фейса. Прямо напротив на сосновом чурбане сидит старый знакомый. Седой ублюдок. Заметив мое шевеление, он кинул в потухшее костровище банку из-под тушенки, облизал ложку и сказал «Ну что, засранец? Какой смертью желаешь умереть?» «Да че ты с ним цаскаешься, Борис?» Подошел хмырь в беретик, который оглушил меня в лесу. Он троих наших положил. А вас точно к утру кони двинет. «Погоди, Альберт, не кипишуй. Меньше народу, больше кислороду», – ответил Седой, не сводя с меня поганых глаз. «Ну что ты теперь скажешь, Санек?» Я усмехнулся. «Где Лена?» Язык с трудом ворочался во рту. «Теперь это моя баба», – обрадовался Седой. «Лену мы реквизируем, как и твои продукты. Даже не поделитесь с Сергеичем?» «Да пошел он нахрен!» – Борис плюнул. «Мы едем в Кандалакшу к нашим американским друзьям». «Предатели!» – вскричал я. Седой злобно прищурился. «Нет! Предатели – это вы! Выживальщики херовы!» Он сплюнул. «Прячетесь, как крысы по своим норам. И думаете спастись таким образом?» «Наша команда давно разведала все нычки. Сергеич хоть и гондон, но дело свое знает. За месяц выпотрошит все схроны, убежища и бункеры. «Это мы еще посмотрим!» – сказал я. «А ты ошибаешься! Выживальщики просто более предусмотрительны. И не надо завидовать. Своей башкой думать надо. Все к этому шло, к войне!» «Знаешь, кем я работал?» – заорал Борис. «У меня фура своя была, рефрижератор. Я рыбу возил из Норвегии, налоги платил. Платон этот ебучий у меня даже стоял. Когда ракета упала на Петрозаводск, я ехал с грузом. Подъезжал к мосту. Уже взятку приготовил. Как нас волной накрыло. Легковушки просто разметало. Фуру завалило обломками. Я два месяца рыбу жрал, пока смог выбраться. Два месяца, блядь! А где была Родина? Где правительство, спасатели? Всем насрать! Все сидят в своих бункерах!» Я молчал. Седой вытащил из своего кармана мои сигареты, нервно закурил и продолжил. «У Амеров порядок на базе. Дисциплина. В городе чистое электричество. Патрули везде ходят. Остатки рыбы хорошо у меня брали. Они нас к себе возьмут. Мы в Америку скоро уедем. Говорят, подводная лодка должна приплыть. Америки больше нет. Наши тоже отстрелялись. Это еще неизвестно. Связи нет. «Да нахер вы, ублюдки, нужны пиндосам!» Засмеялся я. «Пристрелят вас или повесят?» Альберт подскочил и пнул меня по ребрам. «Вот поэтому мы едем не с пустыми руками», ответил Седой с усмешкой. «Три воза еды и баба. Не твоего масштаба. А самое главное, я знаю, что вы задумали, крысы лесные. Амеры будут благодарны за информацию о предстоящем налете на Кандалакшу». Он поднялся. В его руке блеснул мой револьвер. Затушив бычок, Седой направил дуло мне в лоб и выстрелил. «Помогите грабить!» Я аккуратно объезжал пробку по тротуару на своем роскошном спортивном мотоцикле, когда услышал истошные вопли этой бабки. «Сумку выхватил паршивец! Там вся пенсия моя!» Впереди удирал, сверкая пятками, худощавый тип в Олимпийке. Наркоман, обдолбанный, наверное. Я вздохнул. Моё чувство справедливости не позволяло проходить мимо подобных сцен, только бы не опоздать на тренировку по стрельбе. «Стой здесь, бабуль!» Сказал я и поставил свою Ямаху на дыбы, рванул в погоню. «Может, старуха расщедрится хотя бы на косарь за мои труды?» Мерзавец резко свернул в проулок. Со свистом шин я влетел за ним. На ходу достал из кармана осу. С револьвером старался не ездить, чтобы не получить проблем с законом. А резинострел самое то. Уж сколько раз он выручал на дороге. Постоянно всякие мудаки пытались докопаться до меня. Не нравилось, видите ли, что я проезжал слишком близко к их беспонтовым корытам в междуряде. Когда подобный умник начинал орать, высунув морду в окно, я молча стрелял из травмата. В зеркало или куда там попаду. Я не боялся, что отберут лицензию. Трудно забрать то, чего нет. Этот ствол мне подогнал знакомый мусор. Остановившись, я уперся своими крепкими ногами в асфальт и прицелился в спину бегущего наркомана. Три раза бахнуло оружие. Проклятие! Точность у этих игрушек не ахти. Лучше, конечно, в упор стрелять. Ворюга, взвыв, снова свернул за угол. Бешеным зверем зарычал мой байк. «Стоять!» Крикнул я, догоняя. «Верни сумку бабушке у шлепок!» В осе остался последний патрон, сигнальный. Не останавливаясь, пальнул спину. Раздался жуткий вопль. Я захохотал. Нара с полыхающим задом прибавил скорости, перебежал на другую сторону улицы. Ну все, он меня разозлил. Дал максимальный газ, бросаясь на перерез. В этот момент возникший буквально из ниоткуда камаз въехал в меня сбоку. Я пролетел много десятков метров по воздуху и ударился головой о бетонный столб. Шлема у меня не было. Не люблю летом в нем кататься, жарко очень. Да и как девчонки увидят мое волевое мужественное лицо? Пришел в себя через месяц. За окном лил серый сентябрьский дождь. Повезло тебе, парень. Сказал мне тогда лысеющий доктор с красными воспаленными глазами. Мозг не пострадал. Это просто удивительно. Твой череп можно было по кусочкам собирать. Но мы сделали лучше. Поставили титановую пластину прямо за место лобной кости. Можешь теперь даже орехи им колоть. Какой толщины пластина? Поинтересовался я. Тридцать миллиметров! Ответил врач. Нормально. Сказал я и уснул. Провалялся в стационаре еще две недели. Та бабка даже навещала меня, приносила пирожки, голубцы, борщи в термосе. Я пожирал все это с адским аппетитом. Ведь в больнице кормили всяким дерьмом, от которого плохо восстанавливалась мускулатура. А негодяя выловили полицейские, как рассказала мне потом бабуля. И теперь, спустя годы, этот металл в голове спас мне жизнь. Я с благодарностью вспомнил доктора, а самое главное бабку, из-за которой получил такую мощную защиту. О, боги, как холодно! Дьявольская тьма окружала, сковывая израненное тело мертвым холодом. В голове будто царь-колокол. Попытался сесть. С первой попытки не получилось. Штормит, как хилого школьника после выпускного. Седой со своей бандой, видимо, давно убрались прочь. Потрогал рукой лоб. Пуля срикошетила, оставив рваную рану. Кровь уже запеклась или замерзла, пока валялся в коматозе. Что-то надо с этим делать. Слишком уж часто меня стали вырубать. Неужели я как-то подпортил свою безупречную карму? Да, наверное. Нужно было всех убить и забрать себе добро. Но я надвинул на поврежденный лоб волчью шапку и пошарил вокруг. Мои вещи забрали проходимцы. А мне, чтобы выжить, нужно разжечь огонь. Расстегнул куртку и отыскал во внутреннем кармане зажигалку крикет. Ништяк. Теплая. Чиркнув колесиком, я огляделся. Снег под затухшими углями сильно просел, образуя яму. Вокруг костровища валяются несколько бревен, но я не могу их разжечь. Ублюдки забрали даже нож, которым я рассчитывал настругать щепок. Вспомнил. У меня же есть несколько страниц из метро 2033. Но хоть на что-то она сгодится, обрадовался я. Шатаясь, поднялся и наломал сухих веток с ближайшей елки. Изнеженный горожанин давно бы сдох от безысходности, но я не привык унывать. Я воин этого жестокого, апокалиптического мира с прокачанными навыками выживания. Набралась здоровая куча хвороста. Положил еще сверху пару чурбаков и бревно. С помощью бумаги запалил все это дело и принялся греть тушку возле разгорающегося костра. Потом нашел несколько пустых банок из-под тушника. В них оставалось немного жира и чуток мясных ошметков, застывших на стенках. Я напихал в банки снег и поставил к огню. Вскоре получилось несколько порций аппетитного бульона. От запаха чуть не кончил. Кажется, сейчас бы сожрал даже медведя, если б у него хватило ума выйти ко мне из мрака леса. Кстати, неплохая идея. С приходом ядерной зимы все косолапые, поди так и спят в берлогах. Надо будет поискать. Сперва раздобыв оружие, конечно. Я вздохнул. Где же сейчас моя любимая сайга и верный револьвер? Я с пустыми руками, ни еды, ни оружия, ни инструмента. И без Лены. В моей бездонной памяти возникли ее радостные глаза, когда мы веселились и дурачились в схроне долгими вечерами. А какую она варила кашу с тушенкой. Про постельные дела я уже не говорю. Лучшие минуты моей суровой и полной неожиданных поворотов жизни. А теперь я один посреди северного леса. Выпив тушеночный отвар и тщательно выскоблив банки, я счастливо рыгнул. Такой ужин всякое лучше, чем ничего. Я принялся обдумывать положение. Мысли постоянно сбивались. То ли от выстрела в голову, то ли от ярости и жажды мести. Можно добраться до схрона, в котором живет мой друг Валера. Примерно знаю, в какой стране. Скоро выступать в поход на Кандалакшу. Там, я надеюсь, получится поквитаться седым гандоном и вернуть моего Ленусика. Но без лыжи в таком состоянии вряд ли осилю даже гребаный километр. Надо будет сделать снегоступы из веток. Отличная мысль. А еще утром поискать параплан. Без пропеллера, конечно, не улететь. Но там же на дереве должен висеть мертвый чувак. Так, сомневаюсь, что бандиты сняли своего карифана. Мясо этого подлеца поможет мне окрепнуть и набраться сил. Может, у него хоть нож найдется. Геморройно будет тащить всю тушу и запекать целиком. Приободрившись от перспективных планов, я начал клевать носом и постепенно задремал. Проснулся резко от неприятного ощущения чужого присутствия. Подпрыгнул, хватая в руки полено. «Ты ебанутый?» Спросил сидящий возле костра незнакомец. Откуда он только приперся среди ночи? «Да нет», — ответил я. «Тогда положи полежка. Если б хотел убить, то перерезал горло еще час назад». Я кинул полено в огонь. Старый хер говорит логично и при этом выглядит не опасно. Одет в какой-то замусоленный ватник, на башке меховая шапка, на ногах унты. Ружья нет. Лицо лесного гостя выделяется своей морщинистостью, загорелостью и пронизывающим внимательным взглядом бледно-голубых глаз. Местный, похоже, из Карелов. «Ну, будем знакомы», — сказал наконец я. «Как тебя звать?» «Витик зовут Люди», — усмехнулся дед. «А меня, Александр?» Потом мы сидели и кушали жареное мясо. У Витька оказалось собой немного еды. Это меня обрадовало больше всего. «Ты из поселка, что ли?» Жуя ногу лося, спросил я. «Нет». Витик закурил папиросу, угостив и меня. «Охотник?» «Хе-хе, нет». «А кто тогда?» «Шаман я», — сверкнув зубами, улыбнулся старый. «Я читал Кастанеду», — сказал я. «Ты, дед, не похож на Дона Хуана. Знаешь эту книгу?» «Нет». Витик не умеет читать буквы людей. «Почему?» «Ты не учился в школе?» «Я что, похож на ебанутого?» Заржал Витик. «У меня два внука и семь правнуков ходили в школу в Петрозаводске». «Соболезную, дед?» Сказал я. «Духи забрали их очень давно», — махнул рукой Витик. «Еще когда они стали жить в городе, это пропащие люди». «Почему пропащие?» «Потому что ходили в школу, а школы придумали плохие звери. Вы, городские люди, служите плохим зверям. Вот ты бы отдал своего сына в лагерь к зэкам». «Конечно, нет». «Почему?» — старик улыбнулся. «Ведь каторжники его научили бы всем хитростям и законам лагеря. Он смог бы там неплохо жить и, возможно, достичь хорошего положения в том обществе. Но он уже не сможет никем стать, только преступником, бандитом. Он не сможет жить нигде, кроме зоны». «Вот видишь», — сухо произнес Витик. «И белый человек не может нигде жить, кроме каменных коробок. Но если раньше ваша зона могла бы называться честной, где все по понятиям, то сейчас весь ваш мир — петушиный барак. Это на самом деле очень плохо, хотя и называется забавным словом — цивилизация». Я задумался, переваривая слова старого карела. «А кто такие плохие звери?» «Духи — нечисть», — дед сплюнул. «Их можно убить?» «И да, и нет. Это долгая практика». «Научишь?» «Тебя», — Витик пожал плечами. «Ты долго жил у плохих зверей. Ты очень ебанут. Удивительно, что ты вообще смог уйти из города. Духи сделали тебя слабым, Санек. На-ка, выпей». Настойко, как у Егорыча, я повертел в руках стеклянную бутыль с мутной бурой жидкостью. «Ха, не совсем», — усмехнулся шаман. «До прихода большой зимы я собирал много мухоморов, чтобы открыть двери в миры духов. Когда настали холода, я понял, что собирать грибы еще долго не получится. И сделал из своих запасов целую бочку мухоморной настойки». «И что, правда можно слышать духов?» «А то как же. Я постоянно с ними говорю. Это духи мне помогли тебя найти. Плохие белые звери забрали у тебя все. Все, что было дорого и было частью тебя. Да, мой револьвер. Но самое главное они не смогли отнять. Твою силу и отвагу великого воина». «Это точно», — согласился я. «Духи шепчут мне, что у тебя впереди великий путь», — серьезно произнес Витик. «Выпей. Нужно пробудить в тебе силу». «Буду как Люк Скайуокер, что ли?» Витик кивнул. «А ты как будто и не такой долбоев, каким хочешь казаться». «А это не опасно?» — спросил я, открутив крышечку и понюхав содержимое. Пахло спиртягой и грибами. «Немножко можно, а то слишком ты уныл», — заржал дед. «Пей уж, духом не терпится с тобой побеседовать». Я с некоторой опаской налил в банку из-под тушенки эту загадочную жидкость. Немного, на два пальца. «Эх, так ты не услышишь голос духов!» — воскликнул Витик. «Лей до краев!» Вздохнув, последовал совету, наполнил банку доверху. Передал бутыль шаману. «Меня раздирают противоречивые чувства. До этого я никогда не употреблял ни ЛСД, ни грибов. Хотя всегда хотел попробовать, особенно после книг Кастанеды. С другой стороны, немного боязно. Что там скрывают бездны моего разума? Но если это поможет вернуть Лену...» Я зажмурился и быстро выпил жгучий напиток. Обволакивающее тепло растеклось по организму. «Вкусная штука!» — переведя дух, сказал я. «Спасибо, но что-то ничего не ощущаю особенного». «Духи приходят не сразу», — улыбнулся дед. Он тоже от души приложился к бутылке, всосав чуть ли не треть. «Так ты научишь меня убивать плохих зверей?» — спросил я. «Чтобы освоить практику убийства плохих зверей, надо много убивать плохих зверей». «И все? А как?» — я удивился. «Просто практикуй, и все». «Но для этого нужно знать их повадки, да хотя бы знать, как они выглядят». Старик улыбнулся. «Плохие звери неотличимы от простых людей. Они выглядят, как мы, но в них живет нечисть. Скоро духи все скажут тебе». Витик излег из котомки в орган, и тишину тайги преобразили необычные звуки древней музыки. Я почувствовал странную легкость в теле. Подкинув костер больше дров, стал наблюдать за пляской язычков пламени. Зрение сделалось четким, как вожди качестве. Боль от ран куда-то исчезла. Искры выстреливают и красиво улетают в ночное небо. Внезапно захотелось двигаться под музыку, плясать. Старик одобрительно кивнул, глядя с улыбкой на меня. Я подскочил и начал ритмичные движения, прыгая вокруг костра. Эйфория переполнила нутро. Движения доставляют настоящий кайф. Деревья вокруг закачались такт. Время будто исчезло, а потом стало то замедляться, то свистеть на сверхсветовой скорости. Все так же, поддергиваясь, я выскочил на берег реки. Мои глаза, оказывается, прекрасно все видят в темноте. Сказочный лес вокруг вспыхивает волшебными переливами. Это духи здороваются со мной. Я посмотрел на искристую поверхность заснеженной реки. След от снегоходов светится, пульсирует багровым светом. Плохие звери! Витик возник за спиной, как всегда, неожиданно. Тебе повезло! Ты можешь начать свою практику прямо сейчас! Ха-ха-ха! Дед весело пританцовывая, подмигнул и протянул карельский охотничий топорик. Я сжал его своей крепкой руке. Ноги сами понесли по следу. Догнать плохих зверей. Они точно встали на ночевку. А я готов бежать хоть всю ночь. Никакой усталости. В ушах звучит первобытная музыка северных народов. Заметил, что параллельно со мной, мелькая среди елок, несутся мириады забавных существ. Некоторые покрыты шерстью, другие разноцветной чешуей, многоногие и многорукие, с крыльями и без, многоглазые и многоухие создания. Мне не страшно. Это добрые духи. Периодически мы сливаемся разумами. Я получил энергию лесов, гор, рек и облаков. Я захохотал. Это так охуенно. Я воин. Я избранный. Почти не удивился, когда увидел летящего над рекой шамана. Тот все так же играет на варгане. Каждый звук заставляет окружающее пространство изгибаться волнами, как от брошенного в реку кирпича. Я захотел лететь так же. Должно получиться. Вес не ощущается совершенно, но как ни стараюсь. Выходят только гигантские многометровые прыжки. Впрочем, это тоже здорово. Я вижу в тебе силу, крикнул Витик. Спасибо. Заорал в ответ я. Спасибо духам. Старик вдруг превратился в сияющий зеленый шар и проник в мою голову. Я сам стал шаманом и в одну секунду познал все секреты древнего знания. А еще, теперь я досконально знаю всю местность. Река в этом месте делает большой сгиб, но я побежал напрямую по оленей тропе. Впереди мелькнули тени, стая волков перебегает дорогу. Что-то прорычав на их языке, перепрыгнул хищников. Кажется, вожак завыл вслед одобрительно. Забежал на отрок сопки. Здесь растут низкие деревья, открывая обзор. Хороший кусок получилось срезать, километров десять. Осталось только спуститься к речке. Там на берегу горит яркая точка, костер, неясные приглушенные звуки. Покрутил рукоятку топора, исписанную узорами. Они постоянно шевелятся, складывая забавные картинки. И начал спускаться. Снегоходы с возами стоят полукругом. В центре костер, чуть поодаль, большая армейская палатка. В лагере веселье. Притаившись за большим стволом, сквозь ветви наблюдаю за мерзавцами. Всего пятеро. Вокруг каждого светится красное зарево. Плохие звери. Надо убить этих одержимых демонами людей. А еще вырезать сердце и печень. И сжечь в огне. Мысленно подсказал мне шаман. Я кивнул. Заметил среди них Лену. Тоже сидит на бревне возле огня. Что-то хлебает из миски на коленях. Руки и ноги похоже связаны. Вокруг головы бледно-зеленое свечение. Потому что она хорошая. Пятеро мужиков ведут себя беспечно. Непринужденно шутят, смеются, передавая по кругу бутылку. А я выжидаю момент для смертоносного броска. Седой достал гитару и начал петь, периодически косясь на Лену. Вот падла, что удумал. Я задохнулся от злости. Подкатывает свои седые яйца к моей любимой. «Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях, встретимся с тобою?» Хрепловатым баритоном допел Седой и красиво бацнул по струнам. «Борис, ну что за отстой?» Произнес кто-то из банды. «Сыграй лучше фантома или исцой что-нибудь». «Да подождите, ребята!» Воскликнул, отмахивая Седой. «У меня сегодня лирическое настроение. Для нашей милой гости, Леночки, я бы хотел исполнить эту замечательную песню Олега Митяева». «Я бы послушала». Захлопала ресницами Лена. «Блин, Барт, хренов!» От немедленного массового убийства удерживало только любопытство. Что за песню будет петь придурок? Седой провел пальцем по струнам, кашлянул и сказал. «Блин, что-то не строит. Кто трогал инструмент? Кто тут что крутил?» «Борис, ты же знаешь, никто не будет брать твою гитару», сказал Альберт, кажется. По всей видимости, от перепада температур струны вытянулись. «Да, ты прав. Извините, друзья, я сейчас». Седой принялся дзенькать, подкручивая колки. Я начал подкрадываться ближе, бесшумно, как лесной кот. Духи вились вокруг, подбадривая меня. Подобрался к снегоходам и притаился за прицепом. Седой тем временем настроил свою балалайку и затянул вновь. «Изгиб гитары желтой, ты обнимаешь нежно. Струна сколком эхо пронзит тугую высь». «Святые угодники, как же он фальшивит!» Мой усиленный шаманской настойкой слух больше не мог выносить такое издевательство. Я медленно поднялся из своего укрытия, размахнулся. Силы северных краев вели мою руку. Музыка прервалась, когда остро заточенное лезвие топорика вонзилось в лоб седого паскудника. Красное свечение вокруг него замерцало, поблекло и угасло. Лена заверещала, как дурочка. «А, шухер!» «Борис, нет!» «Он там, мочи суку!» «Где, блин? Я ничего не вижу!» Козлы повскакивали и принялись палить из всех стволов во тьму. «Ну, я уже в другой стороне. Духи шепчут, негде лучше укрыться». Один бандо стоит дальше всех от костра. Неслышно метнулся к нему сзади, выхватил нож из его ножен и, дернув назад башку, перерезал горло. Хлынувшие брызгой крови полетели светящимся веером. Чуть не залип от этого зрелища. Тело упало к ногам. Это был Альберт. Минус два. Забрал его Ремингтон. Неплохая волына, сгодится. Смерть два раза вылетела из дула. Еще пара любителей чужого добра свалились с дерганем и воплями. Минус четыре. Последнему негодяю в черном пуховике с капюшоном не досталось доброй пули. Патроны кончились. Тараща на меня испуганные глаза, он медленно разворачивал помповуху. Швырнул в него бесполезное ружье, чтобы отвлечь, и прыгнул в сторону. Злой заряд картечи просвистел мимо. Подскочив к Борису, я выдернул топор из его башки. Проходимец к капюшоне успел передернуть помпу и нажать на спуск. Выстрела не было. Взвыв, он бросил ствол и побежал прочь. «Мы уезжаем сейчас», — сказал я Лене. «Куда?» — она подняла заплаканное лицо. «В смысле куда? Домой, схрон!» «Я боюсь. Вдруг они придут снова. Ты разве можешь меня защитить?» «Так защитил же. Что ты сомневаешься?» Спросил я, показывая на трупы. «Ну или здесь оставайся». «Нет, поехали», — тут же сказала она. «Подожди. Сейчас ступай в палатку и собери все, что может пригодиться в хозяйстве». «А что, я одна пойду?» Насупилась Лена. «Пошли вместе. Кто мне будет помогать?» «Мне здесь надо закончить дела. Пять фрагов завалил, а лут не собрал». «Чё?» — не врубилась девушка. «Ничего. Иди давай». Недовольно бурча под нос, Лена потопала в палатку. Я с теплотой смотрел след. Как же, оказывается, соскучился по ней. Сначала обшарил всех пятерых мертвых разбойников. У Седова отыскался мой револьвер. Сердце чуть не выпрыгнуло от радости. Поцеловал верное оружие и убрал в карман. У других нашлась всякая мелочевка, не стоящая внимания. Потом ножом вскрыл каждого мерзавца и вытащил с сердца и печень. Бросил в огонь. Во славу духам зимы! В пламени мелькнули чудовищные лица. Монстры закорчились, сгорая. А костер взвился метра на три. Я победил плохих зверей. Внезапно навалилась усталость. Как будто силу тяжести прибавили раза в два. Тяжело ступая, собрал все оружие и упаковал в прицеп. «Лена!» – крикнул я. «Ну ты где там? Поехали!» «Я иду!» – подбежала она с рюкзаком. «Вот, собрала еду из палатки. Еще... Ой, а что ты с ними сделал?» «Все нормально, не переживай». «Ну почему ты такой жестокий, Саша?» Я вздохнул и привлек Лену к себе. «Мои губы впились с особой жадной страстью. Если бы не усталость, овладел бы ей прямо сейчас». «Садись на снегоход», – сказал я, прерывая проклятые нежности. «А ты куда?» «Я поеду на другом». «Но я не умею». «Тут ничего сложного, смотри. Вот так нажимаешь – это газ. Здесь тормоз». Завел ее машину. Лена с причитаниями, рывками, но все же поехала тихонько по кругу. Я показал большой палец – молодец, мол, и закурил. Еще пару снегоходов загнал в лес. Вернусь за ними завтра. Еще не смотрел, что в обозе, но наверняка куча ценного. Запрыгнув на другой, на Ямаху, я медленно обогнал Лену и повел наш маленький караван с хрону. Поскорей бы затопить печку и выспаться, наконец, в нашей кровати. Окружающий лес принял нормальный вид. Вроде отпустило, но хорошее настроение и спокойствие остались. Надо будет разыскать потом старика с его волшебной настойкой и за помощь отблагодарить. Постепенно Лена освоилась с управлением, поехали быстрее. К утру, но еще затемно, прибыли домой. Отправив ее растапливать печь, сам принялся распаковывать сани и таскать припасы в схрон. А тут не только мои продукты. Повертел в руках банку незнакомой тушенки. У меня была не такая. Кого еще ограбили эти мудаки? Покончив с переносом тяжестей, я завалил вход снегом, разделся и блаженно откинулся в кресле. Как же тут тепло и хорошо. Лена уже немного прибралась, подала мне дымящуюся кружку с чаем. Я осторожно отхлебнул. Потом мы улеглись в постель и уснули, нежно прижавшись друг к другу. «Блин!» Я рывком вскочил с постели. «Придурок!» Вскрикнула Лена, хватаясь за сердце. Она у плиты помешивает что-то в кастрюльке. «Как ты меня напугал!» Я вскинул руку посмотреть время. «Блин!» Куда пропал мой мегадевайс? Походу посеял в лесу. «Или ублюдки седого сняли!» «Черт!» «Который час?» «Не знаю, полдень, наверное. Ты так сладко спал, не стала будить. Да что с тобой?» «Мне же надо ехать!» Я быстро надевал нижнее белье и амуницию. «В смысле?» «Куда ты собрался?» «Мы сегодня договорились город захватывать, Кандалакшу». «С кем ты опять там договорился?» «С Валерой!» «Так, я больше одна здесь не останусь!» Твердо сказала Лена. «И ты один не поедешь!» «Не один!» «Мы с друзьями собираемся!» Пытался объяснить я. «Нет, ты меня не любишь!» Начало всхлипывать. Бляха! Я на секунду задумался. «Ладно, собирайся только быстро!» «Надо еще поесть!» «Я суп с тушенкой приготовила!» «Ты ешь, а я пока буду одеваться!» Не встречал в своей жизни бабы, которая бы собиралась вовремя. Я успел похлебать суп, посрать, уложить в рюкзак патроны и гранаты, зарядить револьверы с айгу и теперь стоял в прихожей потея как мудак. Девушка занимается какой-то нервирующей, бесполезной, на мой взгляд, фигней. Одновременно укладывает волосы, выбирает шмотки, в чем идти, складывает перекус, сумки. Это, конечно, лишнее. Я собираюсь поживиться хавчиком в городе. Хотя, ладно, мы ж не пешком пойдем. Почему мне нечего надеть? Лена швырнула в кладовку мой зимний охотничий костюм. Во всем этом старье я смотрюсь уродско. Да нормально, че ты, заверил я. Не на концерт же едем. Хорошо все-таки быть мужиком. Проснулся и уже красивый. Ты такой бесчувственный, тебе наплевать на меня. Начала заводиться. Ну, не знаю, одень тогда свою дубленку. Попытался решить проблему я. Рехнулся совсем? Дубленку с этими штанами? Да ты в своем уме? Как ты относишься к творчеству Валерия Сюткина? Спросил я тоже, закипая. К чему это ты спросил? Захлопала глазами Лена. Да так. Пошутил. Она отвернулась и начала всхлипывать. Нет ничего страшнее слез любимого человека. Разве что волки-мутанты с ядерных пустошей. Ненавижу, сука, мутантов. Палец лег на скобу револьвера. Блин. Как же она умеет достать? Я сделал десять глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Помогло. Ствол перестал ходить из стороны в сторону. Нет, стрелять пока не буду. Кто еще станет стирать мои тактические носки? Положив свой прекрасный убийственный револьвер на стол, подошел и обнял Лену. Она задрожала под моими руками. Успокойся, Лена. Прости, но лучше тебе остаться дома. Нет. Да. Обещай мне. Она обернулась. Обещай, что раздобудешь мне новый зимний комбез. Постараюсь. Обрадовался я. Это было легко. И чтоб без дырок от пуль. Ладно. Вздохнул я. И вообще, ты помнишь, когда у меня день рождения? Ээээ... Так и знала, что ты забыл. Лена выпучила глаза, отпихивая меня. Ну, извини, зато я помню, когда у тебя восьмое марта. Ответил я. Снял шапку, сорвал ветрозащитную маску из неопрена и очки, повесил сайгу на крючок и повалил свою нервозную девушку на кровать. Кажется, я понял. Ей не хватает внимания и моей яростной ласки. В следующее мгновение вспыхнул термоядерный секос. Схрон затряс от судорожных движений. Вообще огонь. Мощная волна пронзила закаленный организм. Я закричал от кайфа. Потом откинулся на спину и захрапел. «Так, может, ты все-таки никуда не пойдешь?» Спросила Лена, закидывая мне в рот ложку тушенки. Мы снова решили перекусить. Я призадумался, пережевывая. Родина в опасности. Пиндосы должны умереть ужасающей смертью. Поделившись сперва припасами, конечно. Хотя тушняка, гречи и патронов, что я забрал у Седова, хватит на пару лет. А там, глядишь, и зима отступит. Можно будет посадить картошку. Надо, Ленусик, надо. Я улыбнулся и шлепнул ее по жопе. Не все враги еще в могилах. А если сюда кто-то придет? Но я же учил тебя стрелять из сайги. Вот смотри, это АК. В принципе, все то же самое. Конечно, можно установить корт в гостиной напротив входа. Но это будет уже перебор. Боюсь, Лену просто прибьет от дачи, и она все тут разнесет нахрен. Главное, херач только короткими очередями. Напутствовал я, вручив автомат. Патроны не бесконечные. Пароль повтори. Каракатица. Умница. Я поцеловал ее в лоб. Новую дверь сделаю, как приеду. Во сколько ты приедешь? Быстро спросила Лена. Дня через три, может, через неделю. Скажи точно. Да откуда я знаю, какая разница? Так и знала. Ты опять что-то скрываешь. Она, уперев руки в боке, гневно смотрела на меня. Я тебе же сказал, куда еду. Просто скажи, во сколько будешь дома. Я должна быть уверена, что ты не будешь пьянствовать со своими дружками-дебилами. Но-но, полегче. Не говори так про моих друзей. Возразил я. А что это ты защищаешь своих алкашей? Подняла брови любимая. Думаешь, не знаю, что у вас одно только на уме. Нажраться поскорее. Да не буду я бухать, Лен. Клянусь тебе, освободим Кандалакшу от врагов и сразу обратно. Можешь понюхать потом. Тогда почему ты не можешь сказать точное время? А-а-а, поняла. Завел себе, значит, какую-то шлюху. Точно. Кто она, а? Я сразу поняла. Скрываешь от меня что-то. Даже время сказать не можешь. Да нет у меня часов, дура. Заорал я, не выдержав. И никаких шлюх нету, только ты. Правда? Конечно. Тогда возьми мои. Она сняла свои часы и протянула мне. Не буду надевать, они же бабские. А что такого, если ты, конечно, не врешь сейчас? Ладно, давай. Я печально посмотрел на запястье. Дешевые Ленкины часики смотрелись на брутальной волосатой руке капец как стрёмно. Итак, когда ты явишься домой? Торжествующе спросила она. Через три дня. Сквозь зубы ответил я. В двадцать ноль ноль. Точно? Да. Хорошо. Поверю тебе в этот раз. Готовься к приезду. Борщица за бабахой. Велел я, натягивая шапку. Посмотрим. Блин. Я выбрался наружу и надел варежки, чтобы не видеть грёбанных часов. Вот она, любовь, чёрт бы её подрал. Думал я, сливая из одного снегохода топливо. Бензина осталось мало, но на поездку к точке сбора должно хватить. Перелил остатки в Ямаху, оцепил сани и, оседлав аппарат, завёл двигатель. Я вздрогнул, но не от тряски мотора. Сквозь метель разглядел серую фигуру. К скрону идёт человек. К скрону идёт человек. Батя, шляются все, кому не лень. Я вытащил сигарету и нервно закурил. Ладно, не горячись, камрад. У меня важная информация. О, снегоход где-то достал? Я думал, встретимся на месте, как договаривались. Садись, что ли, по дороге всё расскажешь. Как ты вообще меня нашёл? Ты же тут ещё не бывал. Ну, примерно знал, где ты обитаешь. Потом на Буранку наткнулся. И вот я здесь. А чё за инфа? Пришла команда повременить со штурмом Кандалакши. Да ладно, почему? Опешил я. Блин, поездка за ништяками откладывается. Возникли новые обстоятельства. Валера пожал плечами. Будем выдвигаться не раньше, чем через месяц. Ну, ё-моё. Пойдём внутрь, чё тут на морозе базарить. Отлично, посмотрю хоть твой скрон. Я разгрёб снег и первым пролез внутрь. Валера сопя следом. А что с дверью случилось? Он протёр очки от снега и уставился на выбитые дверные петли. Ерунда. Временные трудности. Так, обувь снимай, одежду на вешалку. Когда он расстегнул пуховик, я чуть не заорал от удивления. Друган, ты с котом, что ли, припёрся? Ну да. Улыбнулся Валера, вытаскивая за пазухи рыжего котяру. У любимец мой, увязался вот, зато знаешь, как греет. Как звать? Я погладил пушистого выживальщика. Давно не видел кошаков, чёрт побери. Васька или Барсик? Ты что? Это же банально. Фидель. Почему Фидель? Потому что Кастро. Вздохнул Валера. Саша, у нас гости? Раздался Ленкин голосок. Ты разве не уехал? Отбой, любимая. Познакомься, это Валера. Я про него рассказывал. Привет. Лена выглянула из гостиной. Саша, вообще-то предупреждать надо. Я даже голову не успела помыть. Рад знакомству, сударыня. Галантно произнёс Валера, пропуская кота исследовать схрон. Ой, ещё и кошку принесли. А кто потом шерсть убирать будет? Закатив глазки, ушла в комнату. Мы с Валерой переглянулись. Извини, друган, она маленько не в духе сегодня, сказал я. Ох уж эти женщины! Понимающе кивнул Валера. Мы расположились на кухне. Достал из холодильника ништяки, копчёное мясо, банку шпурта. Прот поставил на плиту супец. Лена проигнорировала мою просьбу организовать стол. Даже немного неудобно перед гостем. Как завершающий штрих излёг из морозилки за индивевшую бутыль самогона. Сань, мне же ещё домой добираться. Валера поскрёб и не на бутылке. Да оставайся здесь, места много. Ну, Люсечка волноваться будет. Да перестань, хохотнул я. Под каблучник, что ли? Наливай, уговорил. Пропустили пару рюмок под горячий супчанский. Офигенно. Настроение заметно улучшилось. Можно и поговорить о деле. Вдруг мне на колени запрыгнул Фидель. Держи, морда усатая. Я пальцами вытащил шпротину и положил перед ним на стол. Кот по-свойски вскочил на столешницу и принялся деловито точить угощение. Смотри-ка, жрёт ведь? Сказал я. Он после БП всё жрёт? Хмыкнул Валера, облизнув ложку. О, дружище! Вспомнил я. У меня же есть валерьянка. Давай Фиделю нальём, а то чё он обламывается? Можно? Ну что, Котофей, бухнём немножечко. Налил ему в блюдце грамм десять из клянки. Довольно заурчав, котяра оттопырил усы и хвост трубой. Щурясь от удовольствия, принялся лакать. Мы с Валерой закурили и с умилением наблюдали за этой картиной. Я повторил процедуру и с нашей тарой. Так что с боевыми действиями? Спросил я, выдохнув. Не собрался народ? Горят амеры, как ты узнали о предстоящем штурме? Помрачнел Валера. Произошла утечка информации и будут разбираться. Но, скорее всего, сливают через Сергеича. Он как-то связан с пиндосами, поставляет в город провизию. Знаю этого гандона, кивнул я. Его бы лучше ликвидировать в первую очередь. Так и планируется, Саня. Через три дня начинаем операцию по взятию райцентра. Как раз отработаем тактику и взаимодействие перед серьёзным делом. Местные отморозки – это одно, а обученные морские котики – совсем другое. Мародёр Сергеичи реально потеряли берега. Грабят деревни, насилуют, убивают за просто так. Вроде бы даже поставляют рабынь для натовцев. Надо покончить с этим безобразием. Я готов. Треснул кулаком по столу так, что подпрыгнула посуда. Не сомневаюсь тебе, Саня. Вижу, у тебя прям руки чешутся. Да, чокнулись и немедленно выпили. Вы можете так не орать? Заорала из комнаты Лена, затем сунула нос на кухню. Фу, ну и вонище, накурили. Саша, ну ты же обещал. Ладно, Ленчик, не переживай. Вентиляция всё всосёт. Уже нажрались, господи. Я предложил спуститься вниз и там продолжить обсуждение тактических планов. Валера, качнувшись, подхватил Фиделя, который совсем не мог идти. Я взял бутыль и закуску. Валера удивлённо присвистнул, когда увидел ретек. Предложил поменяться на 400 банок тушёнки, но я отказался. Ишь, какой ушлый айтишник. Тушняк сожрал и всё. А энергия – это жизнь. Выпили за энергетику. Кот вроде оклемался. Пошёл исследовать запасы моей колдовой. Только б не насрал. А там что? Валерыч топнул люк. Вход в преисподнюю. Я дёрнул рюмашку и запил шпротным маслом. Ну вот, нахрена ты спросил на ночь, глядя? Ну, не серьёзно? Вижу, трубы какие-то идут вниз. Колодец или септик? Мля, дружище, не спрашивай. Что-то не открывается, Саня? Можно мне посмотреть? Нет. Почему? Я заварил люк. Нелогично. Замотал головой Валера, подошёл к столу, закинул порцию. Если есть люк, значит он должен открываться, не? Он истерично заржал, когда я рассказал о тёмном ужасе, таящемся в подземелье. Меня это задело. Валера считает, что мне всё померещилось от страха. Ну, конечно. Сейчас посмотрим, какой ты смелый. С трудом нашёл болгарку, в глазах изрядно двоится. Под ногами мелькало оранжевое пятно. Ну, отойди, Фидель, а то останешься без хвоста. Хороший Сэмчик получился. Надев очки, воткнул инструмент в переноску и, отодвинув Валеру, принялся срезать сварной шов. Пусть сам поглядит в эту яму. С усмешкой подумал я. «Блин, вы что, совсем сдурели?» Сверху прибежала Лена. «Я уже спала. Саша!» «Любимая!» Я улыбнулся, сняв очки. «Всё хорошо. Надо проверить канализацию». Нашли, чем заниматься среди ночи. С недовольным видом она убралась обратно. Я подмигнул Валере. «Кто, друган, смотри!» Прикурив сигарету, стал смотреть, как Валерия кряхтит, пытаясь подцепить пальцами край люка. «Эх, айтишник!» «Совсем не дружит с физической культурой!» Я подошёл. Одной рукой спокойно поднял железную пластину. «А-а-а! А-а-а! Твою мать! Что это за хрень, Саня? Летучая мышь!» Крылатое бестие закружило по комнате. Мы с Валерой облегчённо выдохнули и расхохотались. Фидель из вальяжного кота вдруг превратился в стремительного хищника. Он так угарно мечется, прыгая по стенкам и полкам, что у нас слёзы потекли из глаз. Бедная летучая мышь, видать, поняла, что скоро станет закуской нашего четвероногого друга. И, совершив мёртвую петлю с обратной полубочкой, спикировала в чёрный зев колодца. «Нет!» Закричал Валера, хватая за сердце. Тоже ничего не успел сделать. Безумный кот огненным метеором скрылся в глубине. Я посмотрел на Валеру. «Хана Фиделю! Нужно выпить за упокою пушистого!» «Нет, чувствую, он жив!» Твёрдо сказал Валера. «Идём за ним!» «Бля!» Я заглянул в холодный ухмыляющийся мрак и нервно сглотнул. «Только ради тебя, дружище!» «С возвращением в реальность!» Если вам понравилось наше безумное путешествие в мир Схрона, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях. Ну а если вы хотите отправиться дальше, то просто выберите одну из иконок на экране. И, как всегда, до встречи в следующих мирах.